Добрый день, уважаемые коллеги! О результатах внедрения GLP-стандартов, а также дальнейших перспективах развития данной отрасли нам расскажут председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Биржан Бисикинович Канешев, научный руководитель проекта Мурат Исингалевич Кулманов и президент акционерного общества научный центр противоинфекционных препаратов Александр Иванович Ильин. В первую очередь мы благодарим вас за участие и Биржан Бисикинович, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги! 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 Уважаемые коллеги, информацию, которую мы хотели бы сейчас довести, это, во-первых, хотел всех вас поздравить с открытием первого национального центра GLP, центра лучшей лабораторной практики, который реализовывался при координации Академии естественных наук, Министерства индустрии и новых технологий, Министерства здравоохранения и Министерства образования. Работы завершены. В марте получен сертификат Международного сообщества по стандартам GLP. И данный проект, он очень важен для Казахстана с точки зрения исполнения и реализации международных стандартов, защиты потребителя и развития новых технологий, новых производств у нас в стране. Мы эту работу намерены продолжить, поскольку данный центр выполняет уже исследования на молекулярном уровне, это уже не посредством химических анализов, и это более точные данные на генном уровне, которые могут определить показатели безопасности для здоровья человека, для безопасности животных, для безопасности продукции, химической, промышленной, сельскохозяйственной. То есть спектр анализов, которые будет выполнять данная лаборатория, достаточно широк, который очень важен нам с точки зрения продвижения национальной продукции на внешней рынке. То есть, выполнив испытания в данной лаборатории, получив заключение протокол испытания данной лаборатории, любая отечественная продукция будет способна реализовываться в обращении на международных рынках. Это очень важный проект, который выполнялся в течение 10 лет. Работы сейчас завершены, но есть планы. Мы докладывали, министерство докладывало правительству, оказана поддержка с точки зрения расширения в будущем деятельности данного проекта. Ну, детали, наверное, коллеги расскажут, здесь директор центра, научный руководитель проекта присутствует. Большое спасибо. Мурат Десенгелевич, пожалуйста, Вам слово. Как уже Бержан Бесекенш сказал, впервые на территории, будем говорить, бывшего Советского Союза или СНГ, произошло это событие, ошеломляющее событие, неординарное событие в истории новейшего Казахстана, когда исследовательская база научного института получила такую аккредитацию. Аккредитацию, будем говорить, самую жесткую, самую строгую из стран Европейского Содружества, которая признается во всем мире. И я должен сказать, что этот GLP-стандарт, он не только сам по себе GLP-стандарт, когда он разрабатывался не сам по себе, а в свое время, несколько лет тому назад, президент страны, Нурстан Абишевич, поручил нам создать препарат против туберкулеза. Был создан специальный центр, 10 лет тому назад, и пошла работа. И вот за 10 лет удалось создать уникальный препарат, который не имеет аналогов в других странах, мировых аналогов. Это препарат ФС-1 против туберкулеза. И вот на базе, исследовательской базы центра создан первый продукт в СНГ, который состоится с высоким международным стандартом. Препарат ФС-1 против туберкулеза. Не просто против туберкулеза, а против туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Следует отметить, что в мире сейчас существует вообще проблема лекарственной устойчивости. Во всем мире эта проблема номер один. Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что сегодня медицина, мир вступает в доантибиотиковую эру. Потому что антибиотики перестали работать против микробов. Против не только туберкулеза, но и других. Против стафилококков, стриптококков, мемококков и так дальше. И в Америке появились публикации, что есть такая организация, как Food Drug Administration, которая контролирует продукты питания, лекарственные средства в Америке. Они официально признают, что 80% антибиотиков в сельском хозяйстве США применяются бесконтрольно. О чем это говорит? Если это в Америке так, можно себе представить, что в других странах. То есть мы антибиотики потребляем с вами ежедневно, ежечасно. С молоком, с мясом, с сыром, с колбасами. А птицу вообще выпаивают антибиотиками и так дальше. То есть у нас идет естественный процесс, когда у микробов появляется резистентность. Теряется чувствительность к антибиотикам. Это проблема сегодня номер один. Надо сказать, что когда препарат... Мы провели сейчас две фазы клинических испытаний, и препарат показал себя очень эффективным против туберкулеза, что может говорить о том, что проблему туберкулеза в Казахстане можно решить в ближайшее время. Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что это проблема не только развитых стран, но и стран развивающихся. Приведу несколько таких фактов, которые ошеломляют нас всех. То, что сегодня погибают люди от заболевания золотистым стафилококком, когда он больше, чем если взять больных, погибших от эмфиземы легких, от ВИЧ-инфекции, от людей, которые покончили с жизненным самоубийством, и, допустим, люди в болезни Альцгеймера. Это, конечно, очень серьезные цифры. Сегодня в Индии, в Пакистане зарегистрированы формы туберкулеза с тотальной лекарственной устойчивостью. Сегодня, вы услышали, несколько лет тому назад в Европе было заболевание кишечной вспышки, где говорили о том, что это якобы связано с заболеванием, с завозом овощей продуктов из Испании, из Италии. Оказалось, что это обычная кишечная палочка, которая перестала реагировать на антибиотики. Сегодня в Индии также есть случаи, когда разрабатывают антибиотики только на первой стадии, а к ним уже появилась чувствительность. Нам же удалось в Казахстане, когда мы даем больным туберкулезам свой препарат, наряду с препаратом, который рекомендует Всемирная организация здравоохранения, то препарат ФС-1, наш препарат, он восстанавливает чувствительность микроорганизмов к антибиотикам. Это факт мы назвали реверсией, это сегодня одно из самых главных достижений, и мы считаем, что этот вопрос мы в недалеком будущем решим вопрос, связанный с заболеванием не только туберкулеза, но и других заболеваний, вызванных скоками. К примеру, еще один такой момент, когда Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что человек может погибнуть от обычной простой инфекции, если обычная ангина стриптококковая, обычно, допустим, ребенок поцарапал, ехал на велосипеде, поцарапал себе коленку, и от этого может тоже погибнуть. Другими словами, заканчивая, я хотел бы сказать, что в Казахстане создана такая технология, создан уникальный препарат, который позволяет решить мировую проблему резистентности микробов к антибиотикам. Нам подано, мы после второй фазы подали заявку сейчас в Министерство здравоохранения о том, чтобы можно было бы зарегистрировать препарат после второй фазы, поскольку в мире существует такая практика, когда нет адекватной терапии против какого-либо заболевания, в частности, допустим, туберкулеза, тогда регулирующие органы местные регистрируют препарат после второй фазы с обязательным проведением третьей фазы. Я думаю, что эти вопросы мы тоже, применяя самые новейшие технологии, самые новейшие данные, и в условиях вот этого нашего центра, исследовательской базы, которая имеет стандарт GLP, мы можем решить эти вопросы. Благодарю вас. Большое спасибо. Александр Иванович, пожалуйста. Я позволю себе вернуться к основной теме сегодняшней нашей информации, это к вопросу аккредитации и значения аккредитации научно-исследовательского центра в Казахстане по стандарту надлежащей лабораторной практики. Пожалуй, это сегодняшний такой информационный брифинг посвящен достижению на самом деле целой большой программы в Казахстане, которая реализуется в том числе и в Министерстве индустрии новых технологий. Это программа форсированного индустриально-инновационного развития. Стандарт GLP охватывает в качестве объектов технического регулирования не только лекарственные средства, о которых здесь академик Кулманов докладывал, но и целый ряд других отраслей. Это отрасли химической промышленности, это отрасли сельского хозяйства. И внедрение этого стандарта, надлежащей лабораторной практике в эти отрасли, повышает конкурентоспособность казахстанской продукции, позволяет выйти не только на рынки стран Таможенного союза, но и рынки Европейского, стран Европейского союза и других стран, потому что стандарт надлежащей лабораторной практики это стандарт, рожденный Организацией экономического сотрудничества и развития ОСР. И сейчас вот то, что у нас президент призывает нашей страны, Нурзултан Абышевич Назарбаев, призывает ускоренно двигаться в сторону развитых стран, мы уже, эта аккредитация означает то, что в Казахстане эти стандарты, в первую очередь с участием комитета технического регулирования, они внедрены в повседневную жизнь. И я хочу сказать, что процесс подготовки к аккредитации по стандартам, надлежащей лабораторной практике, это длительный, кропотливый, дорогостоящий достаточно процесс, и вот он как раз у нас завершился аккредитацией в федеральном JLP-бюро Германии. Научный центр представляет противоинфекционных препаратов, на базе которого создана такая исследовательская база, включает в себя 10 профильных лабораторий, коллектив, в составе которого трудится около 200 человек, из которых 5 академиков, 10 докторов наук, 7 профессоров, 4 доцента, 28 кандидатов наук и так далее. Я думаю, что в вопросах и ответах мы постараемся показать, что даст внедрение стандартов, надлежащей лабораторной практике для каждого гражданина Республики Казахстан и для каждого из нас, пометуя о том, что JLP это стандарт, направленный на оценку безопасности использования на химических веществ, пестицидов, гербицидов, косметики, продуктов питания, в том числе и детского, лекарственного средства, именно безопасности для населения. И я бы хотел сказать еще, что работы в таких высоконаукоемких и высокотехнологичных областях, которые регулируются, стандартами надлежащих практик, она, конечно, подразумевает и международное сотрудничество, и международную кооперацию. И здесь я пользуюсь просто случаем, что у нас присутствует наш американский коллега Конрад Юшкевич, я хотел бы, чтобы и вы подключились. Большое спасибо. Желательно что-либо добавить? Я думаю, что Казахстан двигается в правильном планете. Да, да, да. В микрофон. Развитие этой страны занят, да? И я думаю, что все движения вот самым центром это правильные шаги к повышению и качества, и безопасности, биозащиты, и разработок определенных продуктов. В данном случае мы говорим о противинклифекционных заболеваниях. Я сам специалист по тупоркулозе, поэтому мне лично очень было интересно узнать о новом препарате. Но я тоже представитель достаточно большой организации Соединенных Штатов. MRI Global это не правительственная, не коммерческая организация о направлении научном. и для нас очень важно, чтобы наши партнеры являлись ведущими организациями не только по знаниям, не только по персонали, не только по оборудованию, но тоже и по качестве. Мы здесь, мы MRI, работаем уже в Казахстане около 5 лет, работаем с государством Казахстана в рамках программы двухстранных договорностей между государственными Казахстана и США и естественно мы обратили немедленно внимание на институт, на научный центр. Нам просилось так и знания специалистов, как и достижения, которые этот центр получил в последнее время. Но надеюсь, что наши совместные действия дадут или принесут ползу и саму государственную государство Казахстана. Вместе разработали мы проект развития этого центра. Надеемся, что будем участвовать вместе при разработке нового центра, начиная с самого GLP центра, который важен для всех. Но я думаю, что пойдем чуть-чуть дальше. Моя мечта лично это то, чтобы Казахстан вошел в 30-ку ведущих стран не только по экономии, но и по науке. Вот этот новый улучшенный центр, я думаю, что имеет полные шансы достигнуть такого уровня. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Мы выслушали всех наших спикеров. Перейдем к вопросам. Позвольте напомнить также, что на нашем брюшинге присутствуют представители научного центра противоинфекционных препаратов, которые также могут подключиться к ответам на вопросы. Пожалуйста, Фариза, ваш первый вопрос. Добрый день, телеканал Матэйв, Фариза Шамша. Вот у меня вопрос к Мурату Исенгалевичу. Вот вы сказали, что Казахстан изобрел препарат противотуберкулезный ФС-1. Да? Правильно я сказал? Все правильно. Почему, в чем в целом проблема, причина, то, что многие казахстанцы не знают об этом препарате, неужели у нас нету нормального менеджмента, и этот же препарат в каких странах используется, пользуется ли вообще спросом, есть ли потенциал у этого препарата, потому что есть разные препараты, соответственно, есть разные диагнозы по туберкулезу, есть позвоночные и так далее, кожаный туберкулез, да? И насколько препараты хорошо действуют? И второй вопрос, вот вы сказали еще про стафилококки и так далее, очень такие серьезные бактерии, да, мы знаем, вирусы очень даже хорошие, что очень-таки живучие, в кавычках говоря, как мы с этим боремся у нас в Казахстане, и еще с туберкулезом как боремся, если можно статистику? Вы знаете, вы вопрос задали очень правильный, вы должны, вернее, я должен был, наверное, договорить, или я уже сказал, но нам не совсем было понятно, что мы находимся на завершающей стадии клинических испытаний, то есть мы только провели две фазы клинических испытаний, как это положено по стандартам мировым, сейчас приступаем к третьей фазе клинических испытаний, и после завершения третьей фазы препарат, можно говорить о том, что препарат выходит на рынок, но то, что препарат сегодня работает уже и против туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, это нам очевидно, это понятно, мы увидели на большом количестве больных, которые прошли лечение нашим препаратом, и он оказался очень эффективным при заболевании туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, в чем это выражается, примерно в два раза сокращаются сроки пребывания больных в стационаре, если обычными методами уходит где-то порядка 6-8 месяцев, то больные, которые получали наш препарат, они излечиваются где-то начиная со второго третьего месяца, это первый такой момент, который экономический эффект, тоже разительный, примерно 5 тысяч долларов на одного больного составляет экономическая составляющая, когда человек получает в туберкулезном лечебном учреждении наш препарат, он выходит быстрее, препарат стимулирует, потенцирует действие антибиотиков, то есть врачи которые назначают препарат и дают антибиотики, то это получается несколько раз нужно давать меньшую дозу, нежели обычным больным. Это тоже сказывается на том, что человек побочные эффекты выравниваются или нивелируются. Препарат нетоксичный по сравнению с другими препаратами. Вот я вам хотел сказать, что в Америке зарегистрировали препарат Сиртура против туберкулеза. Должно говорить, что последние 50 лет вообще не разрабатывают препараты против туберкулеза. Здесь с вашего разрешения я бы процитировал Маргарет Чен, генерального директора ВОЗ, что она говорит по этому поводу. Буквально цитирую. Глава Сибирной Организации Здравоохранения Маргарет Чен сказала, медицина из-за катастрофической ситуации с антибиотиками возвращается в до антибиотиковую эру. Новые лекарства практически не разрабатываются. Ресурсы исчерпаны. Антибиотики не работают. Фактически это означает конец современной медицины. Такие распространенные состояния, как стриптококковый воспаление горла и лица рапина на коленке ребенка могут снова приводить к смерти. В 60% случаев заболевания легких пониманий бронхиты практически не излечиваются из-за устойчивости микробов к антибиотикам. Это вот я процитирую два слова. Такая же ситуация и в Казахстане. То есть у нас если человек обратился впервые с заболеванием туберкулеза, то можно сказать 25% больных уже устойчивы к антибиотикам. В 45% случаев больные возвращаются и появляются рецидивы. Вот это наша картина. Я еще раз хочу сказать, что мы акцентируем ваше внимание, что мы подали так же, как это сделали американцы. Они разработали препарат Сиртура, который вызывает даже побочные эффекты смерти, остановку сердца. тем не менее FDA зарегистрировала компанию Johnson & Johnson этот препарат и дала им возможность выйти на рынок с проведением третьей фазы. Мы сейчас надеемся, что наш Минздрав нас услышит и также зарегистрировать препарат, чтобы мы вышли на казахстанский рынок. Тогда мы можем уже в этом году начать приступить к производству, чтобы покрыть казахстанский рынок. И можем наших больных оздоровить. Я еще хочу уточнить, сегодня очень хорошая тема, достаточно болезненная и тяжелая тема. Вы сказали, идет испытание. Понимаем, что разработка испытаний занимает очень долго времени и соответственно очень большие финансовые траты. Но при этом же сколько больных испытали этот препарат? Если это открытая информация, пожалуйста, скажите. И еще, есть такой факт, конечно, наверное, немногие знают, что препараты туберкулеза и, допустим, пациент болеет и сахарным диабетом, и туберкулезом лекарства никак не могут побороть ни то и не то. Соответственно, человек умирает. Этот же помогает или не помогает? Знаете, трудно сказать. У нас вопрос очень хороший и интересный. Больные, которые болеют сахарным диабетом и одновременно болеют туберкулезом, то мы видим, что больной туберкулезом в течение двух месяцев практически оздоравливается, перестает выделять в окружающую среду туберкулезную палочку, то есть он становится не опасным, идет процесс, набирает в весе, качество жизни его становится лучше, и на этом фоне мы целенаправленные исследования такие не проводили по анализу, допустим, сахарного диабета и туберкулез, но наблюдение показывает, что в целом улучшается состояние. Это отдельный протокол, это отдельный исследование. Вот если мы сейчас, допустим, Минздрав нам в этом году зарегистрирует препарат, то на будущий год мы можем уже приступить к исследованию, допустим, а как с сахарным диабетом, а как при онкологических заболеваниях, а как при гепатитах, а как и так дальше. То есть для этого нужно специально исследование проводить, но мы этим будем заниматься. Большое спасибо, пожалуйста, следующий вопрос. Алексей Микстюк, газета Мегаполис. Хотелось бы узнать по результатам работы лаборатории, когда продукты, подтвержденные стандартным GLP, появятся уже на внутреннем рынке, как они будут маркированы, если этот вопрос уже решен, защита от подделок будет ли обеспечена, чтобы все подряд не нанесли такую же маркировку на левые продукты, не проверенные, и будет ли какая-то ответственность у лаборатории либо на ком-нибудь за уже заверенный продукт, что действительно он не навредит никому. Если прецеденты вдруг появятся, кто понесет ответственность? Кто может ответить на вопрос? Что? Пожалуйста. Ну, в отношении появления товаров в обращении, мы сейчас эту работу только завершили совместно по аккредитации, теперь стоит большая работа, вот здесь присутствуют наши два директора института, Министерства индустрии и нового технологии, директор института стандартизации, директор института метрологии. Они ведут большую работу с точки зрения привлечения услуг данной лаборатории для бизнеса. То есть, мы должны психологию поменять бизнеса, то есть, не испытания для бизнеса, а бизнес должен сам идти, пройти данные испытания, получить удостоверяющие документы, протоколы испытания, сертификаты данной лаборатории, которые признаются во всех ведущих рынках. Поэтому мы должны поработать с точки зрения разъяснения плюсов данной лаборатории, результатов данной лаборатории. Это предстоящая работа, мы ее начнем. Но на сегодняшний день уже заинтересованность есть, мы работу предполагаем начать в пилотном режиме, допустим, уже озвучивалось по лекарственным средствам, у нас есть отечественные фармакологические производства, которые, наверное, будут крайне заинтересованы получить заключение данной лаборатории для получения показателей безопасности и подтверждения качеств лекарственных средств. Я просто хотел еще упомянуть и уже информацию эту получили. Завершена работа также по вступлению Казахстана в международную европейскую организацию стандартизации и международную европейскую организацию по электротехническому стандартизированию. Вот в две организации мы вошли и, собственно, это очень важный шаг с точки зрения как получения методической базы нормативов европейских стандартов, которые, наверное, бизнес в дальнейшем будет заинтересован исполнять посредством подтверждения нашей лаборатории. И еще один плюс, раз вы задали этот вопрос, хотел отметить, что это в будущем будет выполнять данную лабораторию функцию референтной лаборатории. То есть, если мы испытания сейчас проводим посредством традиционных методик испытания, то данная лаборатория, как я отметил, высокоточные результаты выдают, которые в случае возникновения спора потребителя, производителя или двух производителей, в принципе, могут быть использованы для подтверждения качества продукта. Это первое. Второе. В точки зрения ответственности здесь, согласно соглашению, которое имеется между международными агентствами по аккредитации по ГЛП, наша лаборатория будет вынуждена проходить регулярную инспекцию. Это и есть мера ответственности, когда саморегуляция бизнеса, то есть внешняя инспекция, которая приедет, будет проверять наш центр, в случае обнаружения отступления от методик, будет изымать аттестат или налогать иные взыскания. То есть вот такой режим. Естественно, с точки зрения государства будет обеспечен государственный надзор. Спасибо. Пожалуйста. Надежда Поленко, 7 канал. Вопрос к господину Конешеву. Разъясните, пожалуйста, для каких целей решено создать ГЛП-центр, если уже есть сертифицированный международный центр? Разъясните. Да, есть, уже отметили, есть сертифицированный международный центры, но с точки зрения облегчения затрат для нашего бизнеса, это, вы видите, он многоспектральный проект, который решает вопрос и здравоохранения, и направления наших индустрий, начиная с сельского хозяйства, окончая высокими технологиями. Поэтому я думаю, что это важный шаг, как с точки зрения научной, так и с точки зрения развития наших производства. То есть здесь, в Казахстане, подтвердив свои качества на продукцию, получив соответствующие досверяющие документы, наш бизнес будет снижать затратную составляющую. Благодарю. Олег Крепченко. Благодарю. Все-таки я понимаю, что стандартный... Позвольте я хотел бы добавить к вот этому вопросу. Значит, научный центр противоинфекционных препаратов аккредитован по GLP организации единственная на всем постсоветском пространстве. Значит, в научных центрах, которые занимаются разработками научно-исследовательскими в области формации в мире может быть 3-5. Аккредитованных лабораторий по GLP также в мире не так много. Мы сейчас находимся Казахстан вот этой аккредитацией и планами Комитета технического регулирования создания республиканского или национального GLP центра находимся в ситуации ровно такой же, в которой находится наш сосед Китай. Они на этой же стадии при участии GLP-бюро Германии находятся на стадии создания центра. Вы представляете, как для Казахстана важно обеспечение безопасности продукции, ведь большинство не секрет, оно как раз поступает и из Китая. Спасибо. Пожалуйста. По предыдущему ответу хотелось бы уточнить, что центр является единственным, кто может аккредитовать по этим стандартам, однако вопрос касается лабораторий отечественных, насколько они готовы и только ли центр будет этим заниматься. Я попрошу кандидата химических наук, руководителя исследовательской базы GLP нашего центра Айтугана Сабитова ответить на этот вопрос. Как тут уже уточнили, все это процесс оборудования таких лабораторий очень дорогостоящий процесс и на самом деле даже смысл не в оборудовании и не в дороговизне данного процесса. Если нет в этом центре или лаборатории специалистов, которые признаны международным уровнем, то организовать такую лабораторию будет очень сложно. Мы проделали титанический труд, это заняло 9 лет. За это время нами было разработано более 200 стандартов. Это стандартные операционные процедуры, методические процедуры. И начиная с 2005 года по 2010 год мы были заняты только разработкой этих документов. В 2010 году мы отправили наши документы, отправили заявку для подтверждения качества наших документов. Произошла преинспекция, так называемая. И три года заняло у экспертов для того, чтобы дать нам оценку, что ваши документы соответствуют. В 2013 году в мае нам дали письмо, что да, ваши документы соответствуют, и мы должны проверить уже вашу организацию, вашу лабораторию на предмет соответствия международного стандарта GLP. В августе-сентябре 2013 года состоялась инспекция. Инспекцию возглавил сам директор федерального GLP-бюро доктор Вольферн Буллинг, и он после инспекции сам признался, что уровень наших исследований, самое главное наших специалистов, и той документации, разработанной нашими специалистами, соответствует уровню немецкого стандарта. А вы сами знаете, что немцы являются законодателями в Европе по разработке таких документов. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Владимир Нурбеков, ООО «Стратегия-2050». У меня уточняющий вопрос. Вот в докладах в ответах прозвучало, что аккредитация по международным стандартам, она расширит спектры сотрудничества, извиняюсь, и усилит, естественно, международное признание. Вот можете прояснить данные возможности? Кто будет отвечать? Пожалуйста, в этом семьях можете начать. Да, давайте начну. Вы полагаете, что нужно хотя бы какой-то пример привести вам, да? Ну, если вот сейчас в рамках таможенного союза мы достигли беспрепятствия перемещения наших товаров в рамках таможенного союза на основе документов договора о Евразийско-экономическом союзе, то в данном случае на подобные виды товаров, производимых нашим национальным производителем, получив, значит, документы после проведения испытаний данной лаборатории, они могут этим товаром, значит, торговать и подтверждать качество этого товара на рынках дальнего зарубежья и других стран СНГ. то есть это касается любой продукции, начиная от пищевой, кончая химических производств, значит, зерновой продукции, которого мы, допустим, торгуем, то есть бизнес в данном случае сейчас для того, чтобы выполнить требования договора, когда покупают у них там опты покупателя зерна, он выполняет требования той стороны и, соответственно, он несет затраты, безусловно, подтверждает качество зерна в соответствующих международных лабораториях, чтобы его признал покупателя и несет, соответственно, достаточно серьезные затраты, которые будут несравнимы, допустим, если подобные испытания будут происходить у нас в Алмате. Спасибо. Кто-нибудь желает добавить? Нет? Пожалуйста, следующий вопрос. Динара Биктурова, Четерики, из-за этого. Я хотела спросить, а сколько будет стоить для больных препараты и какие у него все-таки побочные эффекты? Ну, вы знаете, туберкулез относится к таким заболеваниям, которые больные получают лечение бесплатно, вы знаете, да, то есть он субсидируется государством и государство несет затраты, связанные с лечением этих больных. но я уже назвал, что экономия примерно по сравнению с больными, которые находятся сегодня на лечении, стационарном лечении и при общепринятом лечении, то примерно на курс лечения мы, получается, за счет того, что мы сокращаем пребывание больного на койке, это примерно пять тысяч долларов, да, то есть, ну, это очень хорошая, очень большая цифра. И стоимость его сегодня мы еще не можем вам сказать, сколько это будет стоить, чтобы выйти на рынок. Но если сравнивать с теми препаратами, которые вообще приняты сегодня, закупаются Минздравом, то это в разы дешевле. В разы. И эффект, как вы сказали, какие побочные эффекты, мы и доклинических испытаниях на ранних стадиях, это на животных, не могли установить какие-то серьезные побочные. И на добровольцах, на людях во время проведения первой фазы клинических испытаний у нас не было никаких серьезных побочных случаев. Еще раз позволю себе повториться, американцы зарегистрировали свой препарат, несмотря на то, что идет смертельный случай, потому что против туберкулеза сегодня нет эффективных лекарственных средств против туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Спасибо. Я хотел бы два слова добавить, все-таки больше обсуждаем тему здравоохранения. Тенденция такова сейчас международная, что меняется концепция здравоохранения на основе подобных международных лабораторий, аккредитованных по стандартам GLP, поскольку анализы, во-первых, высокоточные на молекулярно-генном уровне и дают показатели персональные по назначению каждому заболевшему человеку и, значит, с точки зрения назначения, с точки зрения дозы. То есть, нетрадиционная таблетка, которую мы берем в аптеке, да, то есть, человек будет получать конкретное назначение с учетом его состояние. Если вот, опять же, пример привести, если вот по традиционным методикам мы должны утром не покушать, натощак сдать анализы, так далее, так далее, всего этого не нужно в данном случае, поскольку данная лаборатория дает весь разворот и заболеваний, и склонности к заболеваниям, которые могут быть в комплексе учтены при назначении. То есть, вообще, концепция меняется здравоохранения в мире. Ну, посредством данной лаборатории мы, наверное, тоже к этому придем. Спасибо. Позвольте, пожалуйста, я еще воспользуюсь случаем, что нового входит в нашу повседневную жизнь, что называется, в связи с введением GLP-стандарта. При тестировании безопасности химикатов лекарственных средств пищевых продуктов придется использовать большое количество лабораторных животных. И в этой связи в нашу жизнь входит целый большой блок законодательств, которого у нас еще нет, о гуманном обращении животных. Я думаю, что это очень интересный аспект нашей жизни. И я прошу нашего токсиколога и главного специалиста в области защиты лабораторных животных нашего центра кандидата биологических наук Рената Алимжановича Исламова пару слов сказать об этом аспекте. Спасибо за предоставленное слово мне. Лабораторные животные являются основной экспериментальной моделью в GLP-исследованиях при изучении безопасности, как сегодня было сказано. Модель экспериментальная повторяет скажем так организм человека. В конце концов все это построено, создано для безопасности нашей жизни. Лабораторные животные в эксперименте безусловно страдают, испытывают боль. Поэтому в нашем научном центре мы взяли на вооружение три принципа, три гуманных принципа, которые были выработаны в 60-х годах в Европе. Это принцип замены высокоорганизованных животных, низкоорганизованных. То есть мы все меньше и меньше будем использовать мышей, крыс, собак и будем их заменять на насекомых, на червей и даже на клеточном уровне. Второе это улучшение содержания животных. Поскольку мы получаем очень важные, нужные и критичные результаты, которые будут применены на человеческий организм, мы должны стандартизовать их условия содержания. И третий важный момент это уменьшение количества используемых животных. То есть мы все меньше и меньше будем использовать животных в своих экспериментах. Возможно когда-нибудь мы дойдем до того, что мы откажемся от этого. Во всяком случае мир стремится к этому. Для этого мы используем линейных лабораторных животных, которые генетически стандартизованы. Но в Казахстане есть серьезная проблема. У нас отсутствует законодательство в этой области. Хорошо было бы принять закон, как это сделано в Европейском Союзе, США, Великобритании, который бы регулировал бы всю эту работу. То есть от закупа, содержания, разведения до экспериментов. Как на лабораторных животных, так и используя домашних животных и сельскохозяйственных. Спасибо. Я прошу прощения. Караганда, у вас вопрос был? Караганды, можно? Да, пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос Биржану Бесикиновичу. Скажите, пожалуйста, кто в конечном итоге заинтересован во внедрении GLP лаборатории в Казахстане? Государство или частный сектор? Спасибо. Ну, сам проект, вы знаете, начался с учетом задачи разработки лекарственных средств, поэтому это был государственный заказ, безусловно, но в рамках выполнения данной работы центр вышел на такие широкие возможности. Поэтому с учетом современных тенденций в организации бизнеса, в тенденциях по развитию международных стандартов, по системам признания и обращения товаров на рынках и снижения торговых барьеров мы можем данной лаборатории уже в более таком широком формате использовать. Крайне заинтересован в этом должен быть бизнес. Сейчас поэтому эту информацию до вас доводим, будем работать с Национальной палатой предпринимателей, соответственно, чтобы в пилотном режиме начать с одной из индустрии в дальнейшем развивать эту работу. Спасибо. Последний вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Информационный портал Dixie News. Дина Аскембекова. Хотел бы задать вопрос по конкурентоспособности. Вы говорили о том, что теперь рынок казахстанских лекарств выйдет на более широкого потребителя, но проблема заключается также и в том, что даже наши казахстанские потребители зачастую предпочитают иностранного производителя нашему, даже когда есть казахстанский аналог какому-то препарату. Ну и плюс это лекарство, чем наше казахстанское. Вот вырастет ли благодаря соответствующим стандартам GLP, международным стандартам, ну и плюс новому препарату вырастет ли доверие казахстанского потребителя? Ведь зачастую от этого зависит также и популярность препаратов. Спасибо. Кто будет отвечать на последний вопрос? Я хотел еще раз обратить ваше внимание, что на GLP стандарты, которые применяются при разработке лекарственных средств. Если индийский ЛИП препарат или казахстанский препарат разрабатывались в соответствии со стандартами надлежащей лабораторной практики, то они безусловно безопасны, отвечают критериям безопасности. И в этом плане подтвержденное соответствие GLP стандартам на стадии доклинических испытаний, это делает Министерство здравоохранения, ставит разработчиков, соответственно, производителей в конкурентно способные условия. Во всяком случае, даже информация на этикетке о том, что препарат разработан, был разработан в соответствии с этими стандартами, она уже информация для потребителя, значит, этот препарат безопасен. Поэтому потребителю предоставляется информированное право выбора, какой препарат использовать. Большое спасибо, уважаемые коллеги, на этом мы завершаем наш брифинг. позвольте поблагодарить вас за активность.